Почти все заболевают раком, только некоторые до этого не доживают. 100% рак шеки-матки – это вирусное заболевание, виной к которому ВПЧ-инфекция. Скрининг – это доказанный метод снижения смертности от рака. Доказали свою эффективность в плане снижения смертности. И некоторые скрининги доходят до снижения смертности на 50-60%. Это серьезная цифра. Это серьезная цифра, но это дорогое удовольствие. Если брать иммунную систему на фазе развития опухоли и клетки рака, то чаще всего рак побеждает иммунную систему, потому что она просто его не видит. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Ольга Ушакова, и наша программа «Планы на жизнь». Сегодня у нас гость из Московского клинического научного центра имени Логинова. хирург-онколог, доктор медицинских наук, доцент Титов Константин Сергеевич. Здравствуйте, Константин Сергеевич! Здравствуйте! Я надеюсь, не ошиблась в этом перечне. Все правильно, все правильно. Мы сегодня вас пригласили для того, чтобы как можно доступнее рассказать людям, что же такое злокачественные опухоли, откуда они берутся. И вот, наверное, самый первый мой вопрос – что такое рак? Хороший вопрос. Рак – это разновидность большой группы болезней, которые называются злокачественные опухоли. Рак развивается из эпителиальной ткани. Наиболее частые представители – это группы, которые развиваются на фоне слизистых оболочек. Например, рак желудка, рак легкого. Но есть и другая группа опухолей, которые мы не можем терминологически назвать раком, но они относятся к злокачественным опухолям. Это меланома, например. Потому что она развивается из меланоцидов, которые не имеют никакого отношения к эпителию. Есть группа сарком, которая развивается из мышечной, жировой, саинтельной ткани. И есть группа опухолей крови, гемобластозы, которые неправильно называются иногда рак крови, потому что там тоже нет эпителиальной ткани. А что же это? Это разновидность злокачественных опухолей человека. К ним относятся лимфомы, к ним относятся ликозы, острые хронички, к ним относятся мейломная болезнь. То есть это получается… Рак – это разновидность, самый крупный представитель большой группы злокачественных опухолей. И она из эпители образуется, вот эта злокачественная опухоль. Да, под действием различных внешних факторов, химических, физических факторов, вирусных, мы об этом поговорим позднее. Происходит трансформация нормальных клеток эпителия в… формируется рак. То есть получается, когда мы говорим рак лимфы, мы не правы? Нет, терминологически нет. Это народная молва так говорит. На самом деле нас, онкологов, от этого передергивают, когда говорят рак костей, рак мозга, рак крови. Меня лично это передергивает. Но я могу это, так сказать, сделать скидку, поскольку люди это говорят обычно без медицинского образования. А как-то это говорят коллеги, я всегда корректно их поправляю. Ну, мы уже столько программно снимали, и все с терминологией у нас было не так хорошо получается. Вот сейчас слушаю вас. Я представитель академической школы, да, я 16 лет отработал в Российском онкологическом научном центре имени Блохина. Четыре года, как я пришел вот в МКНЦ имени Логина, организовал отделение свое. И сейчас мы достаточно активно работаем в этом направлении, да. Мое направление, кто не знает, это опухоли кожи и мягких тканей. Частично я также консультирую пациентов и опухоли молочных желез. Но это в меньшем объеме. Вот, поэтому мое направление в онкологии, то, чем я занимаюсь, это опухоли кожи и мягких тканей, онкодраматология, мамология и лекарственная терапия. А вот мне все-таки до конца непонятно, что такое рак. Это что, вот клетка, которая образуется снова или клетка, которая перерождается? Это клетка, которая перерождается. То есть вот у нас есть клетка и в какой-то момент она начинается, сколько клетка живет в человеке? Разные клетки по-разному живут. Есть короткоживущие клетки, а есть клетки, которые долго живут. В каждой клетке в генетическом аппарате есть своя программа, когда клетка естественным образом через определенное количество времени умирает. И на ее место приходит другая. То есть рак – это не другая клетка, а это переродившаяся клетка? Рак – это приобретенное заболевание в большинстве своем, которое возникает от различных вредных внешних факторов. Да, происходит точечная мутация в ДНК клеток, и клетка начинает работать по-другому. Либо она начинает активно делиться, она начинает лучше выживать. Она выходит из-под контроля иммунной системы. Она образует колонию уже таких вот трансформированных, так скажем, клеток, которые объединяются уже вместе. Они начинают выживать, они образуют новые сосуды. Идет процесс формируя. Сами эти вот уже клетки. Сами, да, да, да. Сами образуют, так сказать, сосуды, выделяют различные факторы, начинают, выделяют различные вещества, которые угнетают иммунитет вокруг вот этой опухолевой колонии. Прям инфраструктура. И потом, когда опухоль достигает определенного размера, она начинает эти клеточки отшнуровывать, клетки отделяются и стоком лимфы, стоком крови они разносятся по нашему организму. Это называется метастазирование. Самое главное, ключевое отличие – доброкачественные опухоли, которые тоже могут расти от злокачественной. То, что злокачественные опухоли, они метастазируют. И это как раз приводит в некоторых случаях к смерти пациента. А почему вот в наше время мы слышим все чаще и чаще? То есть, вот мне кажется, 20 лет назад, если отмотать, то такого не было, мне кажется. Вот сейчас это гораздо чаще случается, истории с заболеваниями, связанными вот с злокачественной опухолью. Рак – это болезнь, по большому счету, пожилого и старческого возраста. Вот я когда учился в институте, нам один профессор рассказал, это мне тогда врезалось, так сказать, в память, что почти все заболевают раком, только некоторые до этого не доживают. До рака нужно дожить. Это состояние пожилого возраста. Чем дольше живет человек на земле, тем больше он сталкивается с различными вредными факторами. С различной инфекцией, ультрафиолетом, химическими какими-то канцерогенными факторами, различными другими гормональные изменениями. Чем дольше он живет, тем больше вероятность у него дожить до своего рака. И поэтому, если 100 лет назад люди жили в среднем 45-50 лет, умирали от банальной инфекции, развитая медицина так хорошо не была, не было антибиотиков, не было сердечных препаратов, не было реанимации, не было хирургии такой, какая есть сейчас, не было прививок. Конечно, люди жили меньше, и поэтому они просто не доживали до рака, умирая в 50 лет, например, от инсульта или пневмонии, или гриппа. А сейчас, последние 100 лет, улучшилось здравоохранение во многих странах, улучшились условия жизни, диагностика выросла. В некоторых странах появляются какие-то программы, вакцинация есть. От рака вакцинация? Нет, вакцинация от инфекций. А, которые могут вызвать рак? Нет, нет. То есть люди стали дольше жить, люди перестали умирать от страшных заболеваний, от оспы, от туберкулеза. Доживают до своего рака. Да, они стали дольше жить, потому что стали лучше условия жизни, лучше здравоохранение, вакцинация не умирает от инфекций. Стали дольше жить, стали доживать до 80-90 лет, и стали просто доживать до того момента, когда в организме накопились мутации в каком-то определенном органе, до такой степени, что за счет этого борьба снижается, и опухоль берет вверх, она появляется. Система дает сбой, и человек... Да, 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 да. Ну подождите, что у меня можно назвать, что я пожилой человек, или я дожила до своего какого-то старческого возраста, у меня рак был в 42 года. Диагностировано. Но мне не хочется думать о том. Нет, понимаете, рак глобально бывает ведь в любом возрасте, от нуля и до 100 лет. И у детей ведь рак бывает тоже, да? Но просто это редкое состояние. Это редкое состояние рака у ребенка и рак у молодого человека. Это редко. В основном, все количество перемещается на возраст 50 и старше. Согласна. А вот причины рака в молодом возрасте, чаще всего это наследственные генетические. У меня все нормально. Но бывают и случайные сбои. Бывают случайные сбои. Потому что сложно устроенный наш организм, сложно устроенный, он тоже иногда ошибается и могут давать сбои. Ага. Ну это могут быть какие-то внешние факторы, которые могут повлиять на вот таком возрасте? Несомненно. А какие это факторы? Ну вот, например, самая такая понятная история, это, например, в детском возрасте ребенок получил один или два эпизода солнечного ожога. Ну вот сводили родители на юг, не проконтролировали. Ребенок получил солнечный ожог. К 40 годам он спокойно на этом месте, если он светлокожий, голубоглазый, блондин, он спокойно может получить на этом месте меланому, одну из самых агрессивных опухолей человека. Вот, пожалуйста, это приобретенное состояние. То есть он получил такую большую дозу ультрафиолета, получил ожог, и вот через 20-30 лет у него меланома. Тоже приобретенное, кстати, заболевание. Или, например, если девочка вступила рано в половую жизнь, и рано заразилась папиломовирусом, это, допустим, случилось у нее в 16 лет, например, да? Что очень часто сейчас? Да, и это часто встречается. Вот, молодежь стала такая более смелая, более продвинутая, да, более нетерпимая. И, соответственно, да, у нее, если она заразилась канцерогенными вирусами, 16-18 тип, не была там вакцинирована ранее, соответственно, то она может и в 35 лет получить рак шейки матки. Это тоже приобретенная болезнь, она тоже ее приобрела. Она заразилась половым путем канцерогенными вирусами папиллом человека. Она через 20-30 лет, у нее произошла трансформация эпителия шейки матки в рак под воздействием вирусов. А рак молочной железы тогда в молодом возрасте с чем связан? Рак молочной железы в большинстве случаев в молодом возрасте. Молодой возраст по возу у нас вроде как до 44 лет считается. Это в основном, конечно, это, как я уже говорил, наследственные генетические причины. Нужно таких женщин консультировать у генетика и создавать кровь на мутации Берсель-1, Берсель-2, ЧЕК-2. Это основные мутации, которые могут приводить еще здоровую женщину с очень большой вероятностью не только к раку молочной железы, но и раку яичников. У меня очень много женщин в этом возрасте, получившие рак молочной железы без мутации. Еще одна причина рака молочной железы у молодых женщин – это женщины не рожавшие. Это женщины, которые делали аборты, не один, а даже несколько, и которые не рожали. И еще очень важная причина, когда женщина даже могла родить достаточно поздно, считается, как поздно родящая после 30 лет, которая не кормила грудью. Например, перетянула грудь, какие-то таблетки приняла, чтобы молока не было. Это серьезный фактор риска для того, чтобы заболеть раком молочной железы. Аборты, отсутствие родов и не кормление грудью по разным причинам. В моем случае ЭКО было, но неудачное. И я думаю, что повлекло за это. ЭКО, конечно, это тоже мощная гормональная стимуляция. Мы должны искусственно вызвать эволюцию. Да. Вот сейчас очень часто мы слышим о скрининге. Практически всякие акции запускаются, везде объявляются, дни открытых дверей, что-то еще проходит. И все говорят, скрининг, скрининг. А многие определения это, наверное, путают с ранней диагностикой скрининга. Вот я для себя тоже поняла. Ольга, хороший вопрос, я сейчас на него отвечу. Значит, скрининг – это доказанный метод снижения смертности от рака в мире. Значит, ну что такое скрининг? Это массовое обследование здорового населения, у которых нет никаких симптомов. То есть человек себя хорошо чувствует? С целью выявить рак на очень ранней стадии. Или на фазе предрака, когда еще даже нет рака, но он может быть. Или на первой стадии. Сделать маленькую операцию. В некоторых ситуациях иногда и не требуется и химиотерапия, и лучевая терапия. Полностью излечить с вероятностью 95% и вернуть в семью на работу, в строй с малыми затратами. Но скрининг сам по себе, он должен соответствовать неким критериям. Он должен быть недорогим. Метод скрининга должен быть недорогим. Он должен быть доступным. И он должен действительно обхватывать большие массы населения. Поэтому для этих условий не каждая опухоль подходит. Потому что, ну, например, чтобы выявлять рак желудка, надо делать, например, гастроскопию. А это очень дорого. Это очень дорого. И долго по времени. И долго по времени и затратно. И износ аппаратуры, и специалисты должны быть, у которых глаз, так скажем, заточен на обнаружение. Такое могли себе позволить только в одной стране, в Японии, поскольку у них была, так скажем, пандемия рака желудка. И они там этот скрининг внутри небольшой страны Японии организовали. Больше никто этого повторить ни финансово, ни смог. Но в мире разработаны сейчас четыре скрининга, когда, еще раз говорю, проверяют абсолютно здоровых людей, практически здоровых, без всяких симптомов. И выявляют у них, если выявляют, то выявляют очень, очень рано. Но из ста тысяч, ну, можно где-то, например, где-то у двоих, там, про их буквально обнаружить. И что же это за четыре метода? Вот. Это метод, первый всего, это рак молочной железы. Метод скрининга – это маммография. Это рентгеновское исследование молочных желез с целью раннего выявления опухоли молочной железы. Даже если не беспокоит человека, он приходит и… Ну, а на первой стадии практически никакой рак и не беспокоит никого. А может быть и нет этого рака вообще, но человек все равно проверился. Значит, маммография после 40 лет ежегодно, соответственно, рак шейки матки – это, начиная с 21 года, каждые три года проходить такой… Осмотр. У гинеколога совершенно ветра, совершенно верно, и гинеколог берет мазок с цервикального канала, из шейки матки и отдает это нацитологическое исследование под микроскопом. А разве это недорого тоже? С 30 лет рекомендуется дополнять еще, тестировать на вирус папиллома человека, потому что 70% рака шейки матки обусловлено двумя канцерогенными вирусами. Это, вот я уже говорил, 16-18 типы. А вообще, практически 100% рак шейки матки – это вирусное заболевание, виной к которому ВПЧ-инфекция. И это работает. Следующий скрининг – это скрининг на раннее выявление рака толстой кишки, коваректального рака. В скрининг входит ежегодная сдача кала на скрытую кровь. Если скрытая кровь в анализе появляется, то это признак, или есть какой-то полип, который подкарабливает, или маленькая опыль, которая дает уже, так скажем, элементы выделения крови. И можно вот так вот поймать. Но после этого рекомендуется сделать колоноскопию. Колоноскопию – шаг, это в зависимости от… Это уже дорогое тоже исследование. Да, колоноскопия, конечно, это уже дорогое, но, по крайней мере, мы в этой группе можем понять, кому нужна колоноскопия 100%, а кому можно сделать ее, например, позднее. Есть подозрения и можно отправить. Да, это после 50 лет. И это три скрининга, которые реально на больших группах в разных странах доказали свою эффективность в плане снижения смертности. И некоторые скрининги доходят до снижения смертности на 50-60%. Это серьезная цифра. Серьезная цифра, но это дорогое удовольствие, так скажем. Это не каждая страна может позволить себе скрининг. Например, скрининг рака молочной железы есть в Финляндии, Великобритании, в Австралии, но не во всех странах он правильно спланирован, организован. И не каждое государство может профинансировать всем жителям этот скрининг. Сейчас идет тенденция к тому, чтобы сначала выделять группы риска и этим группой риска приглашать на скрининг. Чтобы не всем подряд как бы обхват делать абсолютно здоровое население, но выявлять. Вот частично скрининг для рака легкого скринируют только курильщиков. Это вот четвертый метод, да? А кстати, в чем он заключается? Да, вот как раз по группе риска уже. Есть популяционный скрининг, который обследует всех, все здоровое население без симптомов. А есть по группам риска. Как раз вот для рака легкого это метод низкодозовая компьютерная томография. Я сразу хочу сказать, что только она может выявить рак легкого на ранней стадии. Никакая не флюорография? Не флюорография, не рентгенография легких не может выявить рак легкого рана. Это методы, которые нигде в плане ранней диагностики скрининга не используются в мире. А для чего тогда эти методы нужны, если они не выявляют? Методы компьютерной томографии. Нет, флюорография. Зачем назначают флюорографию? Наверное, для того, чтобы не пропустить туберкулез. Но к раку легкого это никакого отношения не имеет вообще. Ни рентгенография, ни флюорография. Так вот, у кого можно снизить смертность, применяя компьютерную томографию низкодозовую? Для курильщиков. Потому что 90% основного рака легкого плоскоклеточный вариант обусловлен курением. 90% заболевших плоскоклеточным раком легкого это курильщики. Само по себе курение повышает рак легкого вероятность заболеть в 22 раза. Курильщики в 22 раза чаще болеют, чем не курильщики. Это факт, очень серьезный аргумент. Ну и соответственно вся борьба с курением, которая ведется сейчас в нашей стране. Убрали рекламу, убрали продажу сигарет с открытого места. Это принесет свою пользу лет через 20-30, когда вырастет поколение наших сегодняшних детей, которые будут вести здоровый образ жизни, которые не будут курить. И вот через 20-30 лет мы можем в стране получить снижение заболеваемости и смертности от рака легкого. Потому что курение это основной фактор. Да, значит работу надо вести в школе в первую очередь относительно курения. Я думаю, надо работу вести дома, родителям, рассказывать, так сказать, самим не курить. Потому что дети, вы знаете, копируют наше поведение. Ну да. И поэтому надо дома и в школе и какие-то программы про это тоже, так сказать, снимать и показывать. Какую-то социальную рекламу запускать в метро, в транспорте, в школах. Да, да. Может быть даже приходить врачам в школу и рассказывать детям. Показывать страшные картинки. Они действительно страшные. Да. Действительно страшные. Ну и на пачке сигарет. Ну и потом ведь в среднем даже если мы не берем рак легкого в частности, то курильщик примерно на лет 12-15 живет меньше, чем не курильщик. Потому что курение ассоциировано еще со многими другими заболеваниями. Партом, инсультом, хронической абстрактивной болезни легких, когда человек задыхается просто, понимаете. Я не курю, а вы? Я тоже не курю. А когда-нибудь пробовали? Нет, я курил, но, к счастью, лет 7 назад я бросил. Я 9 лет назад. А за какое время бросили? Достаточно быстро. Я за один день? Так же. Так же. Так же. С одного поля. Так вот, скрининг как раз для рака легкого. Как раз он здесь по группам риска. И на скрининг приглашаются люди, которые прокурили 30 лет примерно по одной пачке в день. То есть, если стаж у человека 30 лет, курильщика, то его приглашают на скрининг и он проходит низкодозовую компьютерную томографию. И у таких людей можно в какой-то период времени выявить маленькую опухоль до одного сантиметра или меньше и провести ему маленькую операцию. А как в рамках страны отслеживать курильщиков у нас? Как? Кто-то следит за отдельно взятым человеком, что он курит там? Ну, вообще, курильщики, они должны сами приходить. По идее, они сами должны приходить. Думаю, что это не... Это мало реально. А вообще, ну, должны вызывать на скрининг. В некоторых странах вызывают на скрининг. И, кстати, между прочим, кто не приходит на скрининг, у них страховка совсем уже другая. И частично за свое лечение от рака они будут платить сами. И штрафы еще платят. Финансово их стимулирует, чтобы они приходили на скрининг. Финансово. Я слышала о том, что штрафы. Нельзя пропускать скрининг, если ты хочешь лечиться бесплатно от онкологического заболения, полностью, чтобы страховка полностью покрывала расходы. А расходы на лечение онкологического больного, они очень высокие везде. Это самое дорогое лечение, пожалуй, в медицине, да, одно из самых дорогих лечений. Поэтому вот, если не пришел на скрининг, то, извини, будешь дальше частично оплачивать расходы сами. Это так происходит на Западе. Правильная же позиция? Я думаю, что отчасти да, потому что ответственность за свое здоровье должен нести помимо государства и здравоохранения сам человек. Если он курит, то он должен понимать, что у него высокая вероятность заболеть раком легкого, например. И, кстати, еще 15 другими заболеваниями, потому что курение вызывает не только рак легкого, но еще помимо этого еще 15 злокачественных опухолей. Поэтому там есть еще рак гортани, рак дна полости рта, рак губы, да, рак пожилочной железы. Это эпителия, это рак. Это эпителия, это рак. Я уже теперь разбираюсь. Да. А какие современные методы лечения? Ну, многие знают, что, особенно онкопациенты, которые прошли, они в принципе знают, из чего строится лечение. Как правило, это операция, химиотерапия. Все правильно. Все правильно. Лечение онкологических заболеваний живется на трех китах. Это хирургическое лечение, операция. Это лекарственная терапия, которая включает химиотерапию, гормонотерапию, таргетную терапию, иммунотерапию и лучевая терапия. Это такой метод достаточно локальный. А можно вот там, где химиотерапия, лекарственное лечение, да, химиотерапия, гормонотерапия, таргетная, иммунотерапия. Чуть-чуть вот прям… Про каждое рассказать. Да, да. Что это? Химиотерапия – это такие химические соединения, их несколько. Есть алкилирующие соединения, есть противоопухоли, антибиотики, антиметаболиты. Антиметаболиты, да, это химические вещества, смысл которых – нарушить работу клеток, быстро делящихся клеток, в том числе и клеток рака. Поэтому у химиотерапии много побочных эффектов. Изначально, если обратиться к истории, то была Первая мировая война, применили горчичный газ, иприт. Соответственно, очень много погибло, так скажем, военнослужащих. У них производили аутопсию, и один патологонатом, он заметил, что у всех, кто отравился, и при этом у них у всех гипоплазия костного мозга, и лимфатические узлы уменьшены, и селезенка уменьшена. И поэтому он предположил, что этим, если этот газ усовершенствовать, да, химическое вот это вот соединение, и сделать из него лекарство, то можно лечить тем самым, например, лимфомы и вообще злокачественные опухоли. И поэтому это вообще химиотерапия, она началась от иприта. Интересно. Да, да. А потом уже с развитием фармакологии, онкофармакологии уже появились так называемые противоопухоли-антибиотики. Их пациенты онкологически называют красная химия. Да, да, да. Это доксорубицин известный. Вот, это антибиотик на самом деле, только антибиотик, который убивает опухолевые клетки. Есть другие еще препараты, мы не будем о них много говорить. Это раздел химиотерапии. Это химические агенты, цель которых повредить ДНК или работу внутри быстро делящихся клеток. Это воздействие на... Да, поэтому химиотерапия, она не избирательна только к опухолевым клеткам. Она также может убивать и клетки волосяных фолликулов, и клетки слизистых желудочно-кишечного тракта, и может оказывать кардиотоксичность, как доксорубицин, и может оказывать токсичность со стороны почек, это цисплатин и прочее. То есть, конечно, химиотерапия имеет много побочных эффектов, но химиотерапия, она спасла реально за свое развитие, за свои 100 лет, она спасла огромное количество людей. Например, с помощью химиотерапии можно излечить, ну, как основной метод лечения, например, 88% онкологических детей, да, то есть детей, болеющих злокачественными опухолями. Соответственно, есть ряд опухолей у взрослых, которые можно вылечить с помощью химиотерапии до сих пор. Это рак яичка, это хорион эпителиома матки, это некоторые группы лимфом, ими действительно детские опухоли, и реально можно полностью вылечить. Например, устаревшее название лимфогранулематоз, сейчас его называют лимфома Кочкина, да, рак яичка, герминогенная опухоль, пузырный занос, когда выполнили там неправильный аборт, осталась децидуальная ткань, и вот это превращается в опухоль. Эти опухоли злокачественные, агрессивные, которые химиотерапией можно излечить на разных стадиях, и вероятность излечения приближается к 90-80%, да, до сих пор. Но самые часто встречаемые у людей опухоли, такие как рак легкого, колоректальный рак, рак предстательной железы, они не всегда хорошо отвечают на химиотерапию, хотя химиотерапия тоже применяется. Поэтому сейчас все больше и больше популярность приобретает более целенаправленные методы, чтобы больше убить опухолю клетку и оставить в живых нормальные клетки, да, то есть чтобы лучше справиться с болезнью, и при этом чтобы не пострадало качество жизни пациента. Пациент должен жить нормально, как полноценный человек, проходя серьезное, так сказать, противопухоли лечения. Прежде всего это таргетная терапия, потому что у опухоли клеток, у них есть, так как они вызываются чаще всего мутациями, да, у них есть либо какие-то белки в результате мутации гиперэкспрессированные, самое известное, это для рака мочной железы Хердванео, да, белок, да, который продуцирует клетки, его, они, они продуцируются на здоровых клетках, но опухоли клетки продуцируют в разы больше его. И, соответственно, специальным монокональным антителом, который многие знают, как транстузумаб, препарат, который подавляет клетки больше всего избирательно, да, появились совершенно революционные препараты для лечения метастатической меланомы для тех пациентов, у кого есть мутация, драйверная мутация в гене Браф, есть целая группа препаратов, да, которые успешно лечат метастатическую форму меланомы. Таргетная терапия применяется для лечения колоректального рака и для многих других заболеваний. И, кстати, таргетная терапия, она из-за своей избирательности, больше избирательности, таргет, это же мишень, когда мы именно лекарство запускаем непосредственно в опухолевые клетки, она все-таки увеличила выживаемость и больше спасла жизней у больных, у которых когда-то лечение, так сказать, болезнь была фатальна, например, рак легкого, но была только химиотерапия и все. Рак легкого относится к группам опухоли, которые плохо реагируют на химиотерапию, да, она считается низкоэффективной. Вот, открытие определенных мутаций, да, вызывает очень хорошие ответы, и долго больные живут. Следующий раздел, иммунотерапия, да, за которую, кстати, недавно разработчики, это ученые, иммунологи, японец Танзюки Хуэнзюо, я хочу их произнести, чтобы выяснить, да, и американец Джеймс Элитсон, они получали, получили Нобелевскую премию за исследования в 90-х годах. Вот как. Да, да, но потом на основании их открытий фармацевтические компании создали препараты, которые мы сейчас хорошо знаем, как иммуно-онкологические препараты или иммунотерапия рака, и смысл их в том заключается, он на самом деле абсолютно гениальный, на мой взгляд, открытие, совершенно справедливый, что эти ученые получили Нобелевскую премию. Кстати, хочу добавить, что ведь в этих же 90-х годах и наш соотечественник, профессор Шмелев, тоже участвовал в разработке вот этих вот рецепторов, но в 90-х годах была сложная ситуация в стране, да, плохое финансирование, ему пришлось заняться нескольким другим проектом, но эти ученые благородно поступили, они с вдовой нашего соотечественника поделились премией. Как здорово. Поделились, да, благородные люди. Очень благородные, да. Да, смысл их открытия заключается в том, что на клетках иммуносистемы, да, на Т-лимфоцитах, помимо активирующих рецепторов, которые приводят ее в активное действие, есть рецепторы, которые ее подавляют, супрессорные рецепторы. Для чего нужны такие рецепторы эволюционно-биологические, чтобы не было аутоиммунных болезней, чтобы иммунитет не убивал как бы свои клетки. И когда это происходит, мы знаем, что это красная волчанка, ремотоиднортиз, это аутоиммунные заболевания, с которыми тоже больным тяжело приходится. Вот, поэтому есть такие рецепторы. Но когда идет рост опухоли, метастазирование, иммунная система отходит в сторону, потому что опухолевые клетки, помимо того, выделяют белки, как у нормальных клеток, и маскируются от иммунной системы. То есть иммунная система их не замечает, она проходит мимо их, считая, что как бы вроде бы они свои, но они уже выполняют вражескую функцию. Да, они бывшие свои, но уже уничтожают организм. Да, идет гражданская война в организме. И если брать иммунную систему на фазе уже развития опухоли и клетки рака, то чаще всего, конечно, рак побеждает иммунную систему, потому что она просто его не видит. Она не видит врага в лицо. Он хитрее пока. Да, да, да. Вот, поэтому, значит, открытие заключается в том, что если мы блокируем, мы блокируем вот эти вот супрессорные рецепты на клетках, клетка начинает, иммунная система начинает растормаживаться, да, соответственно, и начинает распознавать клетки. Да, и сейчас уже там есть лекарства, которые блокируют и супрессорный рецептор тормоз иммунной системы, и также блокируют вот эти вот белки, которые невидимки для опухолевых клеток. А у нас уже применяются эти препараты? У нас эти препараты зарегистрированы, эти препараты зарубежные, они очень дорогие, поэтому, к сожалению, не все регионы могут всех желающих, так сказать, пациентов полностью бесплатно обеспечить. Хотя в Москве ситуация достаточно хорошая с обеспечением и таргетными препаратами, и иммунотерапией, но у них очень высокая стоимость, они иностранные. Что радует, что вот в скором времени ожидается регистрация нашего отечественного оригинального препарата для иммунотерапии. То есть будет гораздо шире применение этому препарату? Да, наша отечественная компания создали оригинальный препарат и прошли исследования, испытания. Пытания показали хорошие результаты, сопоставимые, даже в чем-то иногда лучше, чем иностранные аналоги. И ожидается регистрация в ближайшее время на нашу препарату. Ой, как здорово. Разработчики обещают, что препарат будет дешевле, чем иностранный. Будем ждать. А этот вот препарат можно использовать на все виды рака и злокачественные опухоли? Я уже теперь, смотрите. Смотрите, если таргетная терапия, она нацелена на какие-то индивидуальные особенности конкретной опухоли, есть гиперэкспрессия, нет гиперэкспрессии, есть мутация, нет мутации, то лечение иммунотерапии, оно более универсальное. Потому что иммунная система есть у всех, блоки на иммунной системе, естественно, есть у всех. Клетки опухоли действительно, в большинстве, маскируются от иммунной системы, поэтому она их не распознает, поэтому разрешает им размножаться, метастазировать. Но наиболее лучше всего на иммунотерапию отвечают опухоли, у которых было действительно много мутаций, и есть так называемые неоантигены, с помощью которых иммунной системе все-таки легче распознать. Своё или чужое. К ним относятся чаще всего это рак легкого, потому что это курение. Курение вызывает химические канцерогены, вызывает мутации в клетках бронхиального эпителия. То есть это приобретенные раки, правильно? Да, меланома чаще всего это от солнца, это ультрафиолет. То есть... Эпителия повреждает, вызывает мутации в клетках кожи. Соответственно, там рак головы шеи, это тоже курильщики чаще всего, и это вирус папилломы человека. Я поняла, я поняла. И, соответственно, чем больше вот этих вот мутаций, чем больше новых вот этих неоантигенов, которые возникают в результате нарушенной работы генетического порта клеток, тем лучше срабатывает иммунотерапия. То есть иммунотерапия на приобретенный рак больше всего срабатывает. Нет, нет, рак-то он в основном приобретенный, 90%. Ну, генетика. Люди его приобретают, 10%. Генетика, 90% все-таки люди сами приобретают, потому что они следят за весом, потому что курят, потому что обгорают на солнце, потому что не лечат хроническую инфекцию, потому что не ходят к врачам, забывают ходить, да, и ходят тогда уже поздно. Вот, и вот то, что я как раз уже озвучил, да. Такая надежда у нас сразу появилась. Скорее бы уже. Иммунотерапия, я вам скажу, что это будущее, это и настоящее, и еще будущее, потому что сейчас уже комбинируют один препарат с другим, потому что один подход открыл японец, другой подход открыл американец. Наш ученый им там тоже помогал, да, но не дожил до этих счастливых дней. Но шансы велики теперь у всех онкопациентов, ну, в перспективе. Но понимаете как, это ведь иммунотерапия, это прорыв, это прорыв, потому что, например, если брать ту же меланому, то на химиотерапии только 5% переживали 5-летний рубеж, а на иммунотерапии 30-35% переживают 5 лет и живут дальше. Первый препарат, который был, появился, сейчас есть даже 10-летний результат и больше. То есть пациенты с метастатической меланомой, недавно это жили в среднем, там они 6-8 месяцев, 5 лет практически никто не проживал, теперь живут 10 лет. Спокойно. Да, ну если они ответили. Но, конечно, это лечение не стопроцентное, но находится в диапазоне где-то 20-30-35%. Будем надеяться, что вот эти проценты будут расти. И то, ну, чуть пониже цифры могут быть отнесены к раку легкого, к раку органов головы и шеи, к раку мочевого пузыря. Но где высокая мутационная нагрузка в тех опухолях, там самый лучший ответ на иммунотерапию. Константин Сергеевич, благодаря вам в голове такая ясность, теперь все по полочкам. Я надеюсь, что это вот не последняя наша с вами встреча, и у нас наверняка найдутся темы для разговора. Хочется поговорить и о том, кто сбивает с истинного пути онкопациентов, да, отводят традиционные медицины. Я думаю, в следующих выпусках мы с вами обязательно об этом поговорим. Да и вообще о многом можно с вами разговаривать. У нас есть традиционные вопросы, которые я просто не могу не задать. Ну, один нетрадиционный. Почему вы выбрали специализацию онкологии? Это очень традиционный вопрос. Традиционный? Для вас, может быть, да. Ну, во-первых, я из врачебной семьи. Мой отец, он ракальный хирург-онколог. Он всю свою жизнь, так сказать, посвятил раку легкого. Династия. Да, и мой дедушка, он тоже был врачом, только он был судебно-медицинским экспертом, вот, работал в городе Севастополе, соответственно. И я уже третье поколение, получается, врача, вот. И хотел бы, чтобы кто-то из моих детей тоже стал врачом. Продолжил династию врачей. На это очень надеюсь. Здорово. А какие планы на жизнь? Планы на жизнь оставаться в медицине, дальше работать, развиваться, готовить учеников, выступать с лекциями, делать какие-то более новые операции, так сказать, дождаться до того момента, когда у нас еще будет больше лекарств, которые лечат рак, еще более успешно лечат, дождаться отечественных препаратов, потому что, ну, Россия не может всегда жить, очень, ну, закупать дорогие иностранные препараты. Мы надеемся, что будут свои разработки, что наша фармацевтическая промышленность и наука тоже, так сказать, не стоит на месте, будет работать. Ну, что ж, выучить детей, дождаться внуков. А сколько у вас детей? У меня четверо детей. Ого! Да, 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 поэтому... Остановились на четверых? Конечно, конечно. Хорошо. Здорово. Четверо детей. И при этом такая сложная, тяжелая работа. Вам хватает времени на деток? Ну, конечно, хотелось бы, работа много забирает времени и сил. Конечно, хотелось бы с детьми проводить больше времени, но я стараюсь его находить. Да, а сколько старшему? Старшей 17 лет она закончила школу. Она поступила на ветеринарный факультет академии. Ну, близко. Имени Тимирязева. Близко, наверное, будет, да? Да, есть еще дети, которые учатся в школе. Они, так сказать, пока определяются с профессией. Есть совсем маленькая дочка. Сколько дочки? Почти три года. Ой! Скоро будет три года. Ну, вот на нее, наверное, надежда, что она... Она уже, кстати, проявляет интерес. Я подарил ей конструктор, который называется «Юный доктор». Она уже мне, слушает мне сердце, меряет мне температуру. После рабочего дня тяжелого приходит. Да, и она, кстати, если я показываю какие-то картинки медицинские, она спокойно на них реагирует и даже пытается что-то комментировать. Как здорово. На нее-то я и возлагаю, надеюсь, что она продолжит династию врачей титовых. Здорово, здорово. Ну, а вообще так трогательно говорить о детях. А у нас еще один традиционный вопрос. Что посоветуете нашим зрителям? В основном это онкопациенты, либо близкие онкопациентов. Ну, и врачи нас тоже смотрят. Я дам четкие рекомендации. Первое – это наиболее рано бросить курить, если кто курит. Если курит, да. Второе – привить своим детям, что курение – это абсолютное зло. Что курение вызывает 16 видов рака. Что курильщики меньше живут, чем не курильщики. Качество жизни под конец жизни действительно плохое уже. Второе – это беречь кожные покровы от солнца. Не получать солнечные ожоги. Потому что меланома и рак кожи – это заболевания, которые растут. Сейчас, надо думать. И сейчас, да, в том числе и сейчас. Если есть какие-то хронические инфекции, их обязательно лечить. Соответственно, ходить на диспенсеризацию. Я всегда люблю приводить пример. Ну, автомобиль. Все автомобилисты. Мы обязаны проходить технологический осмотр. Здорово ли машина. А если они здоровы, сразу устранять поломку. Чтобы не навредить себе и не навредить окружающим. А организм наш в миллионы раз сложнее устроен. Бывают уже сбои. Мы живем на грешной земле. Понятно дело, что мы там иногда где-то себе какие-то изличества позволяем. Мы живем в мегаполисах, живем вредные факторы и прочее. Чтобы не пропустить любую болезнь, даже не только рак. Нужно примерно где-то раз в год приходить к врачу, в поликлинику и проходить диспенсеризацию. Бесплатно по ОМС. Спасибо вам огромное. Если в нашей стране введут скрининг, я надеюсь, что будет скрининг, то обязательно всех призываю проходить скрининговую программу. Я уже получила листочек, но там, на мой взгляд, это пока ни о чем. Знаешь, профилактика царится медицины и онкологии. Самое главное – это профилактика. Ну, я уже, да, нужно лечить хроническую инфекцию. Да, да, да. Не сгорать на солнце. Не курить, правильно питаться, следить за весом, чтобы вес был нормальный. И прочее. Даже вот эти хотя бы 4-5 правил, они реально могут конкретному человеку помочь, не заболеть раком. Если, конечно, были случаи, что болела мама, бабушка, там есть семейная анамаса рака, то, конечно, пойти к генетику. Пожалуйста, в Московский клинический инфекционер Логинова. У нас есть целая группа генетиков. Можно прийти и пройти этот несложный тест на мутации генов. И, соответственно, тогда уже будет разработана совсем другая программа обследования. Мы можем взять такого пациента под свой контроль. И разные другие еще стратегии есть. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Это очень познавательно. И так вот по-доброму, как всегда, как принято в нашей программе. Дорогие друзья, спасибо большое, что были с нами. Я для себя очень много полезного вынесла из сегодняшнего разговора. Надеюсь, и вы тоже. Всего вам доброго. Берегите себя, своих близких. Здоровья. Спасибо. 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 Спасибо.